Как дела сейчас на предприятии? Канавы закрыты, ремонтировать негде. За короткое время остановки мы смогли узнать сразу о нескольких серьезных проблемах, с которыми столкнулись сотрудники нового предприятия «Трансвод», того самого, что заменило собой ванкротившийся «Вологда» электротранс. После смены названия руководство пообещало спасти и сделать самым популярным экологичный транспорт областной столицы. На деле же все наоборот. Отказ от дисконтной системы, которая так полюбилась волокжанам, а в самом коллективе волна сокращений. Чиновники заявляют, что от предприятия не меньше 160 человек, но эти данные опровергают сами работники. Кроме того, бывшие сотрудники заявляют об утрате нескольких единиц автопарка, которые по номерам обнаружили в другом регионе. Фотографии вологодских троллейбусов, курсирующих по Рыбинску, они выложили в социальные сети. И, как отмечают интернет-пользователи, транспорту в Ярославской области, цитата, «гораздо лучше». По крайней мере, выглядит презентабельнее, чем в Вологде. Троллейбусы были взяты с предыдущей организацией «Волда Электротранс» в лизинг. В связи с тем, что она сейчас не осуществляет хозяйственную деятельность, соответственно, не смогла исполнять обязанности по договору лизинга. И лизинговая компания, соответственно, забрала часть троллейбуса. В это заявление чиновников верят и сами сотрудники «Трансвода». Об отправке четырех низкопольных троллейбусов им рассказывали на предприятии. Но этим словам в опровержении звучат другие. Из уст руководителя той самой Рыбинской компании. Ложь и вранье. Что касается лизинга с «Вологда Электротранс», они все в Вологде. Может, они куда и переехали, но не в Рыбинск. А что касается, куда они переехали, я такой информации не обладаю. Куда могли пропасть троллейбусы, сотрудникам «Трансвода» остается только гадать. По одной из версий, их забрал бывший владелец «Вологда Электротранса». Из-за конфликта с ним в последние дни на предприятии даже нет возможности обслуживать технику. Идет война. Это хуже стало. Потому что Калегин хочет взять, вот у него что осталось, там депо, например, канавы. Ремонтировать троллейбусы негде. Значит, ему аренду надо платить. Он хочет увеличить аренду. Как вот «Трансвод» новый хозяин, а как он может лучше быть, если негде делать троллейбусы. Вот сейчас дожди пойдут, у нас уже только начнется. Мы не имеем права выезжать. Если за эти дни ситуация не изменится, спор владельцев, бывших и настоящих, вполне может лишить Вологжан экологичного транспорта. И хотя сейчас многие вопросы до сих пор скрыты при помощи дезинформации, обычные пассажиры троллейбусов уже ощущают себя, как на войне, каждую поездку. Трясет что-то все. Гудит сильно очень, как в самолете. Не знаю, не понравилось. Павел Громов, Алексей Романов. Новости Вологды.